Ваша честь, по моим подсчетам это уже 11-12 продление, поэтому мне трудно судить, я просто не знаю, какие основания конкретные для применения меры посещения не изменились и не отпали. Потому что первый год моего содержания поставили, они постоянно менялись, часть отпадала, часть появлялась, новых оснований, поэтому из позиции прокуратуры, поскольку это действительно устная, я не могу, трудно судить, трудно спорить. И, конечно, хотелось бы, чтобы, если у нас состоятельный процесс, задать вопрос прокуратуре, о каких конкретных основаниях идет речь. Потому что там были и злосчастная шенгенская виза, и загранпаспорт, и недвижимость на Кипре, как у Хрузина и других якобы имеющихся, и связи с преступным миром, и с миром правоохранителей, то есть со всеми и все, сразу, запасно. Поэтому про основания ничего не могу сказать, потому что основания неизвестны. Кроме того, это в прошлый раз выяснилось на апелляции со всей очевидностью, что прокуратура фактически предложила на суд, на Москворецкий суд в данном случае, районный города Москвы, обязанность по обоснованию своей позиции. И, к сожалению, Москворецкий суд в этой обязанности на себя принял. То есть, в данном случае, при предыдущем продлении суд выступал не как орбитр, а как орган, который обосновывает орех. Поскольку, вот сейчас-то материалов никаких не предоставлено со стороны прокуратуры. То есть, откуда эти материалы, обосновывающие ореху, делись в апелляционные инстанции, в Москворце. Кто их подбирал, по какому принципу, почему были подобраны именно эти документы. Более того, если их таким образом подбирали, то я могу подсказать, что в следующий раз туда положили хотя бы один протокол допроса. Допросы, поскольку в прошлый раз там были только характеризующие меня материалы, а судя по этим материалам, конечно, нужно отпускать, поскольку я алкоголиком-наркоманом не являюсь, исходя из этих материалов. Ранее к уголовной административной ответственности не привлекался, ну, даже административной. Вот, характеризуюсь положительно, у меня полная семья, то есть инвалидность, то есть ничего предосудительного. Вот, поэтому, эту досадную площадь, мне кажется, надо устранить. Кроме того, конечно, хочу сказать, что условия содержания не позволяют не то, чтобы готовиться к суду, но и просто поддерживать уровень здоровья текущий. Мне в этом плане зримо показалось, и понравилось высказывание, был тогда Маркус Русск, который приземлился на Красной площади, на самолете. Его спросили, как там условия содержания в русской тюрьме. Он сидел в одном институте города Москвы. Я не знаю, как в русской тюрьме меня в туалет посадили, поэтому в туалете просидел. В принципе, ничего с тех пор не изменилось. Мы до сих пор сидим в туалете. И я даже могу сказать, что на последние месяцы я уже 4 туалета сменил.